Скажите, а вот чиновники, вы об этом говорили в интервью осенизатору, почему бы им не практиковаться время от времени в реальном секторе? Почему нет этого перетока с госслужбы в какие-то реальные действующие службы? Ой, в самом деле, в самом деле. И потом обратно, набравшись опыта, опять на государеву службу. Почему бы феодалы не пашут землю? Знаете, был один такой. В начале 20 века в России жил такой граф феодал, Лев Николаевич Толстон. Ему говорят, ваше сиятельство пахать подано. Это единственный известный пример в истории. И то уже в глубоком разложении феодальных отношений. А так вот феодал, который, значит, что захотел, то и сделал. Захотел, голову снес, захотел, изнасиловал, захотел, так сказать, из дома выгнал. И он, значит, себя будет ставить в половине этого крестьянина? Ой, как интересно. А зачем? А зачем ему? Простой опыт. Ну, знаете, хотя бы потому, что государева служба делала такое. Сегодня ты на службе, а завтра тебя выгнали. И в этот момент твоя ценность... Сегодня ты на службе, а завтра на Лазурном берегу. С почестями не отдыхайте. Но все же, риски-то давайте тоже взвесим. Вот если тебя выгнали, твоя ценность равна нулю, да, для других сфер каких-то общественного производства. А вот для того, чтобы можно было уйти на пенсию, когда выгнали, вот для этого нужно жрать в три горла, сразу попав на любую должность. Я не говорю, что это универсальное правило. Есть довольно много честных чиновников. Но социально-экономическая политика определяется другими мотивами, как я понимаю. Вот представьте, вас назначают на должность. В любой момент могут уволить. И вы будете никем. Чего вы будете делать? Вы будете порвать. Ну, естественно, если это не противоречит государственному устройству. Это противоречит писаному государственному устройству. Но реальному государственному устройству, в котором минус миллион человек за год и никого это не волнует, вполне соответствует. Насколько я могу? Положись, конечно. Следующая наша цитата, друзья, будет переходной к экономической части по экономику поговорим, как и обещал. Михаил Геннадьевич, вот что пишет Суньзы по поводу быстроты. Бывает так, что неискусный полководец одерживает верх на войне, если действует быстро. Но не бывает, чтобы искусный полководец долго воевал. Вот смотрите, санкции – это же такая долгая история. Я, честно говоря, не очень понимаю, в обмен на что их теоретически и когда, и если будут снимать. Вот просто не вижу никаких к этому каких-то путей. Хотя тот же самый Суньзы говорил, что врагу надо показывать дорогу к жизни, не через поле боя. Вот. Санкции – это долгая история. Ответ на них должен быть быстрым, да, по крайней мере, наш. Ну и что? Где быстрота? Оперативной памяти не хватает, да, заняты разруливанием проблем по шестому санкционному пакету? Во-первых, еще Суворов говорил, глазомер быстрота натиск. Так что у нас есть свой Суньзы в этом отношении. Но есть общее правило. Чем быстрее, тем ниже потери. Если вы действуете быстро одним ударом, да, в процессе этого удара вы теряете много людей. Но если брать операцию в целом, ваши потери минимальны. А если вы, как это модно сейчас говорить, прогрызаете оборону в стиле Первой мировой войны, вы потери не счете. И материальные, и узкие, и все остальное. Поэтому, да, нужны быстрые действия. Поэтому, если вы стремитесь к победе, вам нужны быстрые действия. А вот ежели вы стремитесь к поражению, вам нужны действия максимально медленные. Все зависит от того, какую цель вы преследуете на самом деле, а не на славу. Да, Михаил Геннадьевич, я понимаю, о чем вы. Действительно, не будем. Об этом давайте тогда философскую часть так плавненько закруглим. Хотя, может быть, в охоточку будем возвращаться к великим авторам. Друзья, переходим, как и обещали, к экономической части. Ну что, экономика, Михаил Геннадьевич, это, как известно, политика, вернее. Это, как известно, концентрированное выражение экономики. А где вообще экономика в российской политике? Вот днем с огнем я что-то как-то... Так вот, если вообще, а потом, в частности, спустимся. Знаете, для начала, где российская политика, скажите мне? А потом уже будем искать, где внутри нее экономика. Российская политика – это что? Сидеть на ровном киле и трепетно ожидать, когда же прилетит жареный петух, который сейчас модно политкорректно именовать «черным лебедем» и наклюет в темечко. Вот вся государственная политика ровно к этому сводится. Иногда в последний момент успевают дернуться. С Крымом успели дернуться. Сейчас с Украиной успели дернуться. То есть там кто-то говорит «на два дня опередили», кто-то говорят «на неделю опередили». Ну, разное есть мнение на этот счет. Вот. Но, в общем и целом, политика сводится к ожиданию, как бы сказать, помягшей пинков от Запада. Это рабство, возведенное в абсолют, рабство ментальное, когда источником любого действия является Запад. Вот не просто солнце сходит на Запад, нет. А любое действие, любое ему заключение имеет право только применительно к Западу. Действовать сами мы права не имеем. Потому что тогда западные партнеры могут обидеться. Или не так понятно. Знаете, я же уже с самого начала военной спецоперации, глядя на наших чиновников, я сейчас вспоминаю не красный. Люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. За этот стишок на меня обиделось три человека. Три! Ну, во-первых, тут еще кого я не знаю. А большинство, в общем, говорит, да, так оно и есть. Конечно, обидно, но эта сволочь правду говорит про нас. Слушайте, а если барабаны войны были слышны вам, но вы человек опытный в аппарате, как они могли быть не слышны Эльвире, Набиуллине, Антону Силуанову? Ну, во-первых, они люди сугубо гражданские, у них опыт другой. Они люди гражданские, а не публичные. А я человек, скажем так, как минимум публичный. Поэтому есть вещи, которые они могли не услышать, просто не услышать. Вот, это первое. Но, с другой стороны, они должны были знать, потому что их наверняка поставили в известность. Не знаю, что там с Силуановым, а Набиуллину спросили. Ну, вы при переназначении спросили. Вы предполагали возможность того, что наши резервы украдут? И та самая Набиуллина, которая по горячим следам говорила, нет, я не могла себе это представить, я ничего не знала, ха-ха-ха. Она сказала, да, мы предполагали. То есть это не халатность. Это преступление, осознанное. Не, ну, преступная халатность тоже преступление. Но одно дело, я ничего не знал, ни о чем не думал, вообще я пиво пил в это время, и тут случилось. А другое дело, когда я предполагал, что так будет, но все равно никаких мер для защиты от этой опасности не предпринимал. Мер для защиты от опасности не предпринимал. Вышли свежие данные Росстата. Давайте их... Извините, я сейчас просто не могу. Я не предполагал, что надо заморозить международный резерв. Я это не мог себе представить. И когда я говорил на Биулиной вот в этих условиях, я говорил, ну, действительно, это невозможно было себе представить. И когда она, глядя ясными глазами, да, мы это предполагали. Ну, ребят, ну... 300 миллиардов долларов, половина международных резервов Российской Федерации. Скачок валюты до 146. В два раза почти. Вы что? Михаил Геннадьевич, а почему вы думали, что это невозможно, арест резервов? Понимаете, я и Запад по-разному оценивали российское государство. Я исхожу из того, как, наверное, и западные коллеги, что арест международных резервов — это финансовый аналог применения ядерного оружия. Казус Бели, то есть другими словами, да? Ну, нет, после этого никаких правил нет. То есть любое нормальное государство после этого просто прекратило бы поставки любого сырья и конфисковало бы все активы на территории своей страны, причем даже активы граждан. Чертва мать! Ребята, пока не вернете деньги, мы с вами даже в переговоре уступим. Вот. И для Европы это было бы неприемлемо. Европа бы точно вернула бы деньги. А почему? А у них же есть запасы энергоносителей, ну, то есть вот по… У них по-другому строена экономика, у них экономика ожиданий. Резкие действия разрушают экономику ожиданий. Все цены улетели бы за шкор в полный, и все. Это была бы эмоция, первая волна, как при ядерном взрыве. Ну, возможно, она бы схлынула, ну, так объективно. А когда схлынула, пришло бы время расчета, и оказалось, что запасов хватает на столько-то времени. А дальше швиздец, потому что их нет, и ниоткуда взять физически. Вы сейчас про газ говорите, не про нефть, да? Я говорю про газ, я говорю про минеральное удобрение, я говорю про зерно. А запад понимал, что российское государство ненормальное, необычное государство. И российское государство, вновь не будет себя защищать. А если вы не будете себя защищать, то с вами вы сделаете все, что угодно. Вы будете только пищать этими медоками, и все будет хорошо. Понимаете? Его в кредину шел и посвистывал дырочкой в правом боку. Я вот недавно это дело вспел. Говорят, ой, это про МИТ? Я говорю, нет, это не про МИТ. Это про детскую игрушку. Вот. Я оказался в положении Якова Кедми, который о российском государстве в кризисе в 2014-2015 годах судил по Израилю. Я говорю, конечно, нормальное государство должно делать вот это. Не понимаю, что это ненормальное государство. А запад это понимал. Поэтому я ошибся, а запад был прав. Давайте к статистике обратимся. Вышли данные Росстата за март, как всегда, оперативник. Я вообще не понимаю, почему при современных цифровых методах обработки входящей информации почему эти отчеты Росстата не выходят мгновенно. Видимо, надо что-то там корректировать. Ну, можете подождать. Как? Почему? Ну, они же цифровые. Вы же понимаете. Знаете, как это в тюрьме? Нажимаете на кнопочку, а дверь открывается не сразу. Я так ее дергаю, тяну на себя, а мне говорят, родной, ты не суетись, это же не человек. Ей подумать надо. В цифровой системе то же самое. Ей подумать надо. Почему? Потому что данные, которые есть, нужно обобщить, систематизировать, скорректировать на погрешность, чтобы, не дай бог, результат не огорчил высокое руководство. Ну, какой компьютер это может сделать? Надо подумать. Результат-то, я думаю, тем не менее, огорчит. Как сказал Андрей Михайлович Макаров, представитель бюджетного комитета, теперь, когда мы включили Росстат в состав Министерства экономического развития, мы можем достичь любых темпов экономического роста. И ведь он прав. Да, друзья, знаете, эта ирония, она в интересах дела. Надеюсь, вы нас правильно понимаете. Я цитирую близко к тексту. Впрочем, один из наиболее уважаемых депутатов, руководитель ключевого комитета, члены Единой России и все, что получили. Ну, фракции Единой России. Не знаю, как там насчет партии. Ну что, давайте опять Сунь Цзык вспомним. Война – это путь обмана. Это что-то, наверное, из этой серии. Ну, себя обманывать тоже же, это же такое военное действие. Ну, если вы воюете с собой, ну, как же себя не обманывать-то, ну, черт возьми. Если вы воюете с дядей Васей, вы должны обмануть дядю Васю. Логично? А если вы воюете с собой, вы себя должны обманывать. А это сложно – обмануть себя так, чтобы самому в собственный обман поверить. И вы всего-то жалитесь, что задержка там, на сколько там, на 20 дней. Это сложная задача. Михаил Геннадьевич, итак, в марте, ну, по апреле тоже кое-какие данные есть, но начнем с марта по порядку. Минус 1,2% реально располагаемых доходов населения. Ну, слушайте, вы инфляцию как занижаете? Сильно. Ну, и, соответственно, падение реальных доходов тоже сильно занижается. А может быть, товарищ Абрамович какой-нибудь перевел свои доходы из-за Шорок или из-за Франции, Англии в Россию. И резко выросла денежная масса, которую граждане России получили. Здесь много всяких нюансов. Приехал в стране 10 олигарх. И все, и бурный рост. Да, реально располагаемых доходов. Да, то есть эта цифра у вас доверия не вызывает, да? Вы знаете, я не очень понимаю, почему при том скачке цен, которые мы наблюдали в марте месяц, доходы населения, скорректированные на этот скачок цен, так хорошо. Если у нас в правде в марте месяц на 1,2% упали реальные доходы населения, то и Решетников, и Голикова, и, в общем, все члены правительства, которые имеют отношение к социально-экономическому блоку, должны были получить ордена. Просто ордена. За выдающиеся достижения. Ну вот и получат, видимо. Ордена получили. Не получили что-то орденов. Значит, все по-другому. Ведь нельзя же обвинять товарища Путина в неблагодарности, согласитесь. Он же благодарный человек. Был бы результат, он наградил бы людей. Безработица у нас не выросла в марте. Может быть, за это наградить? Хотя, по моим данным, позвольте, вот есть данные сервиса бухгалтерского по заказу Forbes о том, что 20% малых и средних предприятий отпустили работников в неоплачиваемый отпуск, и 3,5% малых и средних предприятий закрылось. Ну, то есть, видимо, все работники были уволены. Мне врачи пишут из коммунарки. У них там решили сделать ремонт в корпусе. И всех врачей из этого корпуса отправили в отпуск за свой счет. Но это не безработица. Отпуск за свой счет – это не безработа. Это человек, лишённых средств существования, но работу он имеет. Он просто денег не имеет. Война – путь обмана. Да, значит, начала падать обрабатывающая промышленность по областям, перечисляя Самарская область – минус 20%, Калужская область – минус 10%. Ну, это понятно, что это автопром, скорее всего. Ну, это автопром, ну чего вы хотите. Ну, нет. А что мы хотим от автопрома? Будет, будут у нас машины или нет? Ну, при такой эффективности будут проблемы. То есть запчасти для того, что уже бегают, завозить научатся, может быть, частично научатся и делать. Хотя при такой проставке кредит это, скорее, будут завозить. Нет, нет, делать не научатся, потому что сейчас в современных машинах они как-то даже вот… Там на аппаратном уровне исключается применение неоригинальных деталей, вот по крайней мере в немецких машинах точно. То есть там система опрашивает, ты моя запчасть или нет? Если нет, горячее до свидания. Ну, по крайней мере, это электроники касается точно. Нет, ну, речь не про электронику, речь про железо. Речь не про электронику. Ну, тормозные колодки, может быть, и можно научиться делать, но тоже сомневаюсь, честно говоря, потому что… Нет. Подшипников у нас же нет, да, я правильно понимаю? Ну, недостаточно, совсем недостаточно. Я не вижу реальной активности по массовому созданию нового рынка. У нас как грех комплектующих уничтожил в середине, провышенность комплектующих уничтожил в середине нулевых ради отверточной сборки запада. Тогда тоже все говорили, что это безумие, мы останемся без машин. Все эти олигофренды весело ржали и показывали пальцами. Сейчас эти олигофренды министрами как работали, так и работали. Ну, не министрами, а большим начальством. Олигархами, все у них хорошо. Ну, вот вы Ковалеву, кажется, говорили, что это приведет к тому, что трусы-то мы сошьем, но они будут без резинки, да? Потому что резинку, извините, мы завозили, сейчас завести не можем. Не, а резинку-то завезет. Ну, опять-таки, с логистическими проблемами, давайте так. Ковалев-то подтвердил мою мысль о том, что логистика не едет. Даже из враждебных стран, потому что отдельные перевозчики там бастуют, как бы, да? Ну, Казахстан присоединился к санкциям. К санкциям, да, так на секундочку, да. Так что, знаете, как бы, с такими друзьями враги не нужны, как Казахстан. А это наша дипломатия не позволяет нам достигать поставленных целей. Если уж даже Казахстан, да, на нас плюет с высокой колокольни, на чего остальных-то хотите? Вот. Так что все будет довольно погано, с моей точки зрения. Ну, два с половиной месяца мы уже прожили. Сколько там товарные запасы нормальных предприятий? Три месяца, да? А где нормальные предприятия у нас, стесняюсь спросить? Нет, после коронавируса нормальных предприятий, конечно, не осталось. Но вы, пожалуйста, учтите, что объемы производства тоже упали. То есть там не брать сельхозмошные строения. То есть из запасов, да, просто медленнее потребляют склады. Запасы медленнее потребляют. Тот запас, который раньше был на полтора месяца, сейчас на три. Так что, как бы, здесь есть запас. Но я за себя могу сказать, например, вот мое небольшое швейное производство. Я привезти до сих пор не могу. Был вынужден купить сырье в Москве. Но когда-то, ну, то есть это то сырье, на которое раньше я бы, как говорится, побрезгал бы деньги тратить. Но просто, чтобы не останавливаться, еще там пару месяцев я вот таким образом перекручиваюсь. Но потом все, там эти склады закончатся. И я думаю, что как-то и со спросом все будет не очень хорошо. И со спросом все будет хорошо. А там, где со спросом все будет хорошо, наступит проблема с разрушением оборудования. Это вы относите на начало осени, если я не ошибаюсь, да? На осень. Не те запчасти, не те расходники, не тот рабочий, не те работники. Вот. Ну и все, до свидания. И все, и до свидания. А с другой стороны, а с другой стороны, о качестве работника. Вот в почте сообщение. Значит, врач удалила ребенку не просто не тот зуб стоматолога. Она удалила ребенку зуб из другой челюсти. Нужно было вырвать сверху. Она вырвала зуб снизу. Ребенок. И когда родитель начал задавать вопросы, она ему сказала, чего же вы за мной не следите? Мне же все равно, какой зуб рвать? Ну, что вы представляете? Вы что думаете, у нас только стоматологи такие? Ну, это, кстати, крайне импортозависимая отрасль, хочу сказать, медицина. Я ровно вчера воспользовался услугами стоматологии, причем ночной. Мое регбиное прошлое продолжает сказываться. Надо же как-то улыбаться, когда со зрителями разговариваешь. Ну, вот я так подумал, надо со сколами на зубах что-то делать. Поехал вчера. Времени просто нет катастрофически. И мы там с молодым хирургом, кстати, очень хороший человек оказался. Я с ним не успел обсудить, где они будут брать комплектующие через несколько месяцев. Пока все есть. Хотя там пришлось покопаться, чтобы найти там нужные реагенты для пломбы. Нет. Понимаете, для стоматологии это все небольшие по объему, очень дорогие изделия. Если за приличные деньги, то это все завезут. Просто в чемоданах, вы хотите сказать? Просто в чемоданах. Для отдельной клиники. Штифты. Просто в чемоданах. Стекловолокно, титан. Да, понятно. А вот бампер вы так уже не завезете в чемоданах. Не-не-не-не, даже сцепление не завезу. Угу. Угу. Ну хорошо, с автомобильной... Гидравлику. Гидравлику для техники. Гидравлику для техники. Гидравлику для техники. Вы не завезете в сумки мечта у панта. Михаил Геннадьевич, так получается что, вот я извиняюсь за некоторое занудство. Смотрите, если мы не сможем завозить для КАМАЗа, да, значит, трансмиссию, карданы, моторы, то мы будем покупать китайский грузовик, что ли, вместо своего КАМАЗа? Ну, да. То есть наша промышленность, да, будет просто уступать импорту, да, в той части? Да. А в общем и целом, да, конечно. Но если вы убиваете свою экономику, если вы убиваете свое производство, а дорогой кредит – это убийство производства. А злоупотребление монопольного положения в каждой точке безнаказанное – это убийство производства. Если вы убиваете свое производство, то вы не можете производить. Михаил Геннадьевич, знаете, вот я тут, я не очень понимаю, почему у нас деревообработка падает. Вот в коме в Архангельске по 10% минус, да, не знаю, возможно, тоже какие-то проблемы с логистикой. По Свердловской области минус 7% черная металлургия, цветная, слава богу, по-моему, не под санкциями. Значит, вот что касается добывающей промышленности, там по отдельным областям есть падение. Вот я знаю, что несколько заводов Роснефти стали на внеплановый ремонт, не покупают наши углеводороды, вот, ну, в частности, кормилицу бюджета нефть. Значит, с мая месяца китайские трейдеры отказываются покупать. В шестом пакете прописано, значит, я думаю, что это, кстати, не последний пакет санкций. Будет седьмой, будет восьмой, будет на старт. У нас, наверное, будут управлять сыр. Если, наверное, по-прежнему будут править сыр пилы, то будет и 50-й пакет, если доживил. Так, а что с углеводородами? Это же наполнение бюджета. Вот Силуанов, кажется, сказал, что где-то полтора триллиона, да, 1,6 будет дефицит по концу года в бюджете. На что пенсионеров будем содержать? Вот я даже, вот я там сейчас про СВО не говорю или ВСО, как там правильно эта аббревиатура произносится, но вот социалка, социалка, что социалка в условиях дефицита бюджета? Знаете, на самом деле, что захотим, то и будем, потому что бюджету деньги-то не нужны. В федеральном бюджете без движения на 1 апреля валялось 20 триллионов рублей, из которых было заморожено, вы не поверите, только 5. 15 триллионов рублей, да, там, конечно, есть и ценные бумаги, но эти ценные бумаги – прекрасный залоговый ресурс, под них можно имитировать деньги. Вот, пожалуйста, идите использовать, если вы хотите. До заморозки этих денег вообще можно было год налоги не собирать, с таможенной сборной. Сейчас придется что-то собрать по чуть-чуть. Ну и что? Бюджету деньги не нужны федерально. Михаил Геннадьевич, ну ладно, там бюджет – это все-таки такая, как бы, как сказать, важная составляющая. Но все-таки вот с реальным сектором, вот смотрите, прогнозы падения ВВП, которые сейчас все озвучивают на перегонке, кто-то говорит 8%, кто-то говорит 12%, особо впечатлительные говорят 20%. Но надо сказать, что они все достаточно механистичны, да, то есть мы не учитываем, будет ли эмбарго, да, там, как у нас поведут наши мигранты в условиях, когда стройка, кстати, почти не упала по мартовскому отчету. Но мы же с вами понимаем, что сейчас девелоперы в нули-то не лезут, они сейчас не лезут ни в котлованы, они сейчас сдают готовое жилье, которое было вот, ну, как бы уже построено. Но начнут уезжать наши, как говорится, новые соотечественники, да, про которых вы так много говорили. Если они начнут уезжать, это не страшно. Страшно, если они не начнут уезжать и будут качать права здесь. Вот это будет страшно. Вот это будет страшно. Потому что тогда статистику, возможно, некому будет подсчитывать физически. Но это инерционный прогноз, это западный прогноз, 8-12%. Там разные институты просто укладываются в этот диапазон, а пессимисты берут 8, пессимисты берут 12. Это, на самом деле, примерно столько, сколько мы потеряли. Ну, в 1994 году у нас был спад, по-моему, 14%. И в 1992 году у нас был спад чуть меньше 12%. И, нет, в 2014-18 у нас был спад. В 1992 у нас было 14%. В 1994 у нас было 18%. Потом это все задним числом откорректировали, сделали попристойнее. Вот. То есть это третье повеличение экономический спад за всю историю Новой России. Ну и, в общем, эта оценка вполне такая, вполне разумная. И, условно, если переходить от уничтожения страны к ее созиданию, тогда у нас экономический рост может быть в этом году больше 5%. Несмотря на все потерянное время. Но для этого нужно работать, а не болтать. А у нас все, так сказать, работают по принципу, давайте мы распечатаем еще 500 страниц. Мы красиво играем. Все. А как работать, если вот, например, даже непонятен курс доллара к рублю? По сути, сейчас курса нет, есть ставка ЦБ. Вот ЦБ говорит, ребята там. Ну вот и какой-то совершенно бешеный спред, там 20 рублей, да, допустим. Черный рынок есть, расслабится. Все все делают через криптовалюту, все все прокручивают, работают. Черная схема. Если кому-то нужно не очень много, не в нефтяных масштабах, то все в порядке. Это, так сказать, течет как решето эта вся эта система. Это люди не могут купить валют. То есть могут купить за 81, продать за 72. Для серьезных спекулянтов все в порядке, все хорошо. Ну, подождите, дело не в курсе. Дело в том, что непонятно зачем. Вот вы пытаетесь, вы что-то делаете, да? Ну и что, а вам кредит под сколько там сейчас, 25 процентов. Ну и что дальше? У вас сжатие спроса, у вас разрушение поставок, у вас кризис платежей. Я говорю, ребята, а вы будете как-то бороться с кризисом неплатежей? Знаете, что мне ответить? А у нас нет никакого кризиса неплатежей, потому что у банка все в порядке с ликвидностью. Я даже слов не понимаю, понимаете? Михаил Геннадьевич, ну когда нет денег у людей, то нет инфляции. Все будут счастливы в Центральном банке Российской Федерации. Знаете, я долгое время думал, что на кладбищах не бывает инфляции. Но вот мне мои знакомые объяснили, что они прав. Как раз на кладбищах сам инфляция есть. Да, там, да, да, насколько я знаю. Там чем больше умирают, тем выше цены. Инфляция это же вообще налог на бедных, да? Что бедному человеку надо? Покушать, одеться и умереть, да? Да, у нас бедные, сколько, 70%, сейчас, наверное, уже 80%. Налог на 80% веселей. Ну а ты реально, вот такое падение ВВП, оно как отразится на жизни людей? Насколько упадут реально располагаемые доходы и вообще вот то, что называют уровнем жизни? В 90-е мы вернемся или ниже, или будет еще ниже? Знаете, я что-то не припомню, что в 90-е годы повышали пенсионный лотус. Я что-то не припомню, что в 90-е уничтожали образование целенаправленно. Да, финансирование прекращали, но не уничтожали, ЕГЭ не уводили. Я не помню, что в 90-е целенаправленно уничтожали здравоохранение, превращая врачей в писарей. Так что, извините, эту страшилку можно забыть после 18-го года. Это просто уехал, а скучно уничтожил. Уже сейчас. Давайте на позитив пробовать выруливать. Вы когда с Ковалевым говорили, он там пожаловался, что Владимир Зеленский украл часть его программы налоговой реформы и сделал следующее. Установил для всех единый оборотный налог, по-моему, в районе 2%. Упразднил к великой медведице Укрпотребнадзор. Давайте не будем абсанутизировать. Да, налоговая реформа – это хорошо. На самом деле, когда мы соединялись с Крымом, я очень надеялся, что мы возьмем украинскую систему в их учет. Потому что с введением налогового кодекса нас ввели двойной учет. Вы должны вести одновременно налоговый учет и бухгалтерский – это разный учет. Это безумие, которое разрушает нашу экономику. Но что касается Потребнадзора, понимаете, вот эти реформы Зеленского – это реформы в обществе, которое не имеет завтрашнего дня. Мы сегодня воюем, а завтра у нас нет. Поэтому не нужно собирать налоги. Не нужно. Деньги напечатали, ну что же, что будет инфляция. Да, людей убивают, тут не до инфляции. Это логика военного. Россия живет в логике мирного. Я понимаю, конечно, что Роспотребнадзор себя абсолютно дискредитировал. Но контроль качества еды кто-то должен делать? Должен. Просто работу Роспотребнадзора нужно нормализовать. А зачем надзорные органы, вот простите, принципиальный вопрос задам, мы как-то это с покойным Юрьевым обсуждали. Я у него спрашивал, он же большую часть времени, когда налаживал свой газовый бизнес, проводил в Техасе. Я говорю, Михаил Зинович, как в Техасе-то там, допустим, в йогурте нашелся какой-нибудь таракан? Он говорит, там никаких надзорных органов нет. Но если вот случится то, о чем ты говоришь, этот ресторанчик, он просто закроется. То есть его оштрафуют так, что продолжать ему деятельность будет просто нерентабельно. А его оштрафуют кто? Ну просто по законам штата, да, нарушения санитарных. У вас есть законы? Но нет контролирующего органа, там суд есть штата. Значит, нашли таракана, да, в йогурте? Ну что, суд штата работает. А если сейчас какой-нибудь этническая преступность, и вы на этническую мафию пойдете в суд, то вы же и сядете за разжигание межнациональной розни. Вот и все. Ну у нас судебная система такая, что, так сказать, стоит в срок плакать. Ну так все-таки вы согласны со мной, что вот этот вот контроль, который в гомерических, значит, объемах производит наше государство, он не то, что как бы избыточен. Пожарный надзор, при котором горит все, и вся страна горит, и пожарный надзор существует. Понятно, что это бред. Но американская система, когда пожарная команда – это хобби у людей, это не государство, это хобби, это тоже неправильно. Потому что если проблема в том, что у меня муха в йогурте – это одно. А если у меня цианид в йогурте – это совсем другое. Хотя я согласен, что этим должен заниматься не Роспотребнадзор, а там ФСБ и следственное комитет. Что касается сейчас, да, когда, ну то есть вот применяя понятие войны к Российской Федерации, мы понимаем, что речь идет примерно о трех сферах. Это военная специальная операция, санкционная война и внутриполитическая ситуация, которая медленно-медленно приходит в движение. Вот что касается вот этой вот санкционной войны, вот сейчас, сейчас, в моменте, разве неправильно установить налог с оборота, малый и средний вообще там отпустить на волю в помпасы? Потому что это занятость людей, это занятость людей. Это социальная функция, которую предприниматели на себя возлагают, их за это проверяют, их за это сажают, их за это штрафуют. И вообще они не понимают, что они плохого делают государству. Мы с этого начинаем. Если вы исходите из пользы народа, конечно, все это необходимо делать. Если вы исходите из того, что народ нужно ликвидировать и ограбить, тогда нужно проводить сегодняшнюю политику истребления малого и среднего бизнеса под видом забота о нем, да, конечно. Вы говорили мне, и эта информация подтвердилась, значит, малый и средний часто пользуются кредитами для физических лиц, там заставляют страховать, значит, жизнь заемщика. И процент там получается, там чуть ли не, ну, за 30 далеко, я точно не считал. Понимаете, вот цитирую Михаила Делягина, углумление и издевательство над людьми в каждой точке экономического процесса стало обычным явлением. Ну и как мы будем выруливать вот из этой санкционной войны? Это кто еще раз? Люди нам куда подастся? Люди стремлены, как малый и средний бизнес. Все. Как то, что мешает олигархам зарабатывать сверхприбыль. Если ситуация не переломится, опять миллион человек в этом году сокращение населения. Прошло. Если в этом будет миллион двести, если все будет хорошо. В следующем полтора миллиона. Ну, статистику, может быть, засекретят или начнут возвращать эту статистику. Михаил Геннадьевич, давайте тогда, если можно, в конце разговора попытаемся выйти на какую-то такую позитивную ноту. Вот скажите мне... Простая. Что эта система сейчас находится в состоянии стресс-слома. Стресс-слома. Угу, так. Стресс-слом, трансформация, преображение – это задним числом, по итогам результата это подберут соответствующие темы. Потому что 35 лет национальных предательств, они заканчиваются. Так это не смешно, потому что система, которая была создана, как я предполагаю, для разграбления советского наследства, она свой ресурс вырубит. Советское наследство закончено. Задача справилась, да. Дальше что-то новое должно быть. И дальше грабить нечего. Дальше грабить нечего. И дальше или она сдыхает, и все сдыхают вместе с ней, причем довольно быстро. Или второй вариант – мы перекручиваемся и как-то это государство, что если повезет – пересоздаем, если не повезет – создаем за. И это вопрос не о судьбе России, русской цивилизации и прочих, а вопрос о судьбе мира. Потому что Россия в силу своего, так сказать, русской культуры, прости господи, является генератором, ну одни пессимисты говорят, генератором ошибок, на самом деле генератором развития. И мы являемся единственным народом, единственной культурой, которая объединяет три абсолютно необходимых для выживания человеческого рода вещи. Это, во-первых, гуманизм. Прости господи, та самая справедливость. Второе – это способность к технологиям, она же способность к абстрактному мышлению. Здесь не у всех народов она есть. И третье – это мессианство. Способность не выращивать свой огородик на своем хуторе, а все это тиражировать и масштабировать. Другой такой значимой культуры в мире нет. Поэтому справиться с сегодняшним глобальным кризисом можем мы. Если мы подыхаем, поголовье человечества схлопывается до полумиллиона человек, отнюдь не золотых. Отнюдь не золотых. А эти три добродетели, о которых вы сказали, они сейчас где находятся физически? Они где? Они присутствуют как бы в менталитете народа? Где они вот… Сейчас, по-моему… Понимаете, как? Даже, прости господи, в менталитете на Биуле они присутствуют. Культурная матрица – это то, что не выжигается. Понимаете, я внимательно изучал меры, которые предпринимают люди, которых я критикую нещадно. В отношении меня, я должен сказать, что это большой гуманизм. Большой гуманизм. Потому что мне, конечно, приходится плохо, но это большой гуманизм. Ну и, так сказать, способность к технологии… Мессианство там тоже, к сожалению, присутствует. Но, тем не менее. Так что эта культурная матрица, она не вышибается. Она не вышибается. Никак. Давайте людям скажем, а когда… Значит, где там свет-то у нас в окошке? Вот смотрите… Нет, свет в окошке будет только если мы сами его заржем. Добрый дядя, нас ничего не сделает. Нет, нет, это понятно. Я просто пытаюсь прикинуть момент, когда возник… Народная рука потянется к выключателю. Вы же говорили о том, что сейчас будут некие точки в развитии ситуации, связанные с неким кризисом в повседневной деятельности предприятий, что повлияет на занятость. Разные эксперты по-разному оценивают безработицу к концу года. Есть же еще разные методики. Есть еще сектор малого-среднего бизнеса, который, я так понимаю, особо не виден. Есть гаражная экономика. Я предполагаю, что цифры будут такие значительные. Есть точка, о которой вы говорили осенью. Это, значит, проблема расходников для оборудования. И вот в какой момент возникнет всеобщее понимание? Вот сейчас работник автоваза, ну хорошо, платит ему там полоклада, да? Значит, Макдональдс платит своим работникам какое-то содержание. Кстати, в этот момент поступает гуманнее, чем даже российское государство. А Браценко не платит, как говорят врачи, но дело не в этом. Понимаете? Если народная рука тянется к выключать, то это не народная рука. Народная рука тянется обычно к совершенно другим предметам. Она под другие предметы заточена. У нас есть точка следующая весна. Если мы продолжаем политику как сейчас, то следующей весной возникает очень реальная угроза ликвидации российской государственности как таково. Почему весной, Михаил Иванович? Потому что у нас культура, которая очень боится зимы. Всегда у нас в голове, что как мы перезимуем. Это не лечится, это свойство культуры. Поэтому февральская революция, но октябрьский переворот. Поэтому гражданская война началась в 18-м году в мае месяц, когда окончательно стало ясно, что мы, блин, перезимовали. Даже в холодных регионах перезимовали. Но теперь можно разобраться, кто здесь главный. И до этого все попытки Антанта ее разжечь и к чему не приводили. Так что весна пройдет. Прошла весна, прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Займемся теперь выяснением отношений, у кого длиннее. Это культурная вещь. Какие бы большие беды ни были осенью, осенью могут происходить вещи, сказать заговорщически. Вот договорилась небольшая партийная организация с военной разведкой, с морской военной разведкой, там с кем-нибудь еще, с гвардией договорилась. И вот сменили власть. Вы имеете ввиду октябрь 2017 года? Да, сменили. Сменили. Вчера было рано, послезавтра будет поздно. Это все эмоции, это все чувства. Но обратите внимание, это все-таки осенний месяц. В преддверии тех самых холодов, которые… Власть сменилась, а жизнь осталась прежней. Жизнь сменилась весной. Вот у нас осенью может быть все, что… Абсолютно. Тут куча неизвестных факторов. Мы совершенно недооцениваем динамику разрушения западных экономик. А значит мы недооцениваем их агрессивность. Потому что когда у вас все сыпется, вы нападаете с удеситеренной яростью. Мы это все не понимаем. Но осенью у нас есть некоторый шанс на стабильность. И если политика уничтожения России будет продолжаться государством в социально-экономической сфере как ни в чем не было, шансов на стабильность весной у нас будет крайне. Но опять-таки эта стабильность может кончиться уничтожением русской цивилизации и возвращением человечества в полумиллиардному стадному состоянию. Всего на круг оставим. Система жизнеобеспечения будет ликвидирована. Без всякой ядерной войны. Хотя это отдельная опция. И второй вариант. Мы нормализуем все. Вы много общаетесь с коллегами депутатами, с политиками, с сенаторами. Ну по крайней мере гораздо больше, чем я. Это понимание о том, что вы говорите. Этот график есть у кого-то в голове? Или пока все руководствуются... Во-первых, если даже он есть, никто им не будет делиться. Потому что вы понимаете, что если вы член Единой России таким графиком поделитесь, то вы вылетите отовсюду впереди собственного визма. Наши турбопатриоты вас зачистят. Это я могу при виде некоторых единороссов меланхолично тянуться к лупе, а не к пистолету. Для многих людей это критично. Михаил Геннадьевич, давайте так. Значит, эта осенняя стабильность может превратиться в ту точку фиксации, от которой Россия пойдет вперед, откровенно говоря? Или шансы на это минимальные? Ну, у нас план Посейдон, схема Посейдона может превратиться в точку, от которой Россия пойдет вперед. Так это приведет к смене, вернее, к кризису работы существующей системы. Да, русский бунт бессмысленный и беспощадный осенью. У нас вот тут прикол большой в телеграм-каналах идет обсуждение. А чего это командующий Черноморским флотом не принимал парад 9 мая? И тут сразу пошли разговоры, а он сидит давно и все остальное. А может это вправду сидит? Мы же не знаем. Туман войны, да. Война – это путь обмана. Туман войны – это американская формула и это абсолютное право. Мы можем судить по большому количеству косвенных признаков, но есть такая штука, как инверсия информационных потоков, когда совершенно не связанные друг с другом события выстраиваются в логичную картину, которая на самом деле вроде не существует, а картина очень отличная. Так что все зависит сейчас от усилий. У нас растянутая точка бифрукации на год. Может быть, меньше. Ну что, хочу и вам сказать, и зрителям, что вот лично я раньше работал в начале нулевых и что-то строил. Сейчас я в основном занимаюсь тем, что латаю дыры, спасаю ситуацию то в одном своем направлении работы, то в другом. И, честно говоря, морально от этого очень устаю. Я не могу так работать эффективно. Вот очень бы хотелось, чтобы мы зеленой весной 23-го года наконец-то поймали вот это вот настроение, что страна возрождается и что наконец-то нам есть чем заняться и нам есть что строить. Посмотрим, как будет. А мы, друзья, с вами будем делиться по мере того, как ситуация будет развиваться своими соображениями и помогать и вам, и себе выживать. Видите, вот поговорили мы с Михаилом Геннадьевичем. Мне, по крайней мере, стало легче. И я думаю, что и вам в какой-то части, потому что... Делягин – опиум для народа. Ага. Вы знаете, вы знаете, я Михаил Делягин... Вы знаете, дешевое и обезболивающее. Михаил Геннадьевич, надеюсь, вы на меня не обидитесь. Я очень позитивно отношусь к тому предмету, с которым вас хочу сравнить. Михаил Делягин лично мне напоминает чашку горячего черного кофе. Так что, как говорится, сегодня у нас был качественный кофебрейк. Надеюсь, вам было интересно. Доброе утро! Друзья, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Будьте здоровы. Спасибо вам. До свидания.